А сегодня речь пойдет о туласе. Или тулси также называют эту лекарственную траву. Здесь представлено латинское название. И мы поговорим о туласе, как применять, какие полезные свойства и показания. Более конкретно 9 пунктов, которые будут освещены в этой презентации. Общие данные, потом некоторые научные данные, которые я взял из источников, которые анализируют статистический уровень доказанности базилика священного. Фармакологические формы, которые лучше всего использовать. Четвертое тулси в стоматологии также находит применение. Пятое, основные показания к применению. Шестое, это эфирные масла из тулси. Я покажу примеры, которые существуют в продаже, что можно приобрести из эфирных масел тулси. Седьмое, это сироп против кашля на основе тулси, потому что там содержатся эфирные масла. Я не буду забегать вперед об этом в свое время. Восьмое, настойка тулси. Девятое, это обман производителей БАД, которые делают биологически активные добавки на основе тулси. Я покажу, насколько это выгодно делать БАД в том случае, когда вы абсолютно не понимаете, что там находится и почему. Так вот, моя задача вам объяснить, почему существуют некоторые БАД, какие из них действительно полноценные, полезные, необходимые для вас, а какие существуют лишь для того, чтобы вы просто потратили деньги в никуда. Итак, тулси, это не что иное, как базилик. Базилик священный. Посмотрите, какое название священно. Это о многом говорит. Часто вот именно из названия даже какой-то лекарственной травы мы много можем понять ее свойств. Священный, значит, он дает много полезных эффектов и многое от него есть польза. Основные факты. Семейство из нотковые. Для тех, кто интересуется ботаникой, используется в чайных напитках, используется в кулинарии. Это обычная кулинарная трава, которая используется в блюдах аюрведических. И четвертый пункт такой, это что существует много видов из ароматического спектра свойств тулси. То есть, это одно из самых любимых моих растений, потому что вот эти оттенки вкуса, именно вкусовые, кулинарные оттенки тулси совершенно невероятные. Это какие-то фруктовые ароматы и так далее. Я сейчас к этому вернусь. Сейчас просто покажу биологически активную добавку. Ну, так уж получается, что вот эта компания, она представила тулс именно в форме БАТ. На самом деле это и в чайном напитке. И дальше я покажу и другие формы. Итак, научные данные. Вот здесь представлено уровень доказательности, уровень доказательности вот этого действия базилика священного. И с определенной, с высоким уровнем определенности, можно сказать, что он помогает для повышения иммунитета. И вот уровень доказательности. Вот этот график некий мы видим здесь. И посмотрите здесь, иммунитет маленькое манер действия, но оно есть, оно исследовано, оно изучено. Это я, может быть, обращаюсь к тем, кто говорит, что фитотерапия не имеет никаких обоснований, никакой научности. Так вот, посмотрите, да, данные совершенно четкие и объединенные статистически. Повышает количество, уровень пролиферации. Что такое пролиферация? Это деление клеток. Когда делится, увеличивается их количество. Это повышается количество вот этих Т-лимфоцитов. Следующий эффект. Повышение натуральных киллеров. И я бы сказал, что вот этот эффект, повышение натуральных киллеров, это очень важно, чрезвычайно важно. Натуральные киллеры, это одна из разновидностей клеток иммунной системы, которые поражают опухоль непосредственно. Его название, соответственно, натуральный киллер, натуральный убийца. Он приходит к клетке, подходит к вирусу, к опухолевой клетке и убивает непосредственно. То есть, такая специализация клетки. И то, что у Тулси, у базилика священную есть такие свойства, для меня значит, что его можно использовать и в противоопухолевых схемах. Значит, у него есть такие эффекты. Итак, фармакологические формы. Тулси чаще всего используется как чайный напиток. В форме чая, соответственно, у него действия антистрессово, релаксирующие и так далее. В форме чая понятно, что мы пьем чай больше для расположения духа, для вкуса. И вот здесь, конечно, вкусовые оттенки Тулси имеют большее значение, чем лечебные. Итак, следующий пункт Тулси. Некая особенность стоматологии. Вот сейчас Тулси, это, собственно говоря, второе его название. Базилик Евгенольный. Он используется в стоматологии для того, чтобы делать всякие составы стоматологические. Может быть, больше информации мы от стоматологов как-нибудь получим. Но это замечательные эффекты фитотерапии в стоматологии. Вот замечательный пример. Также парфюмерия и косметика. Вот здесь написано у меня. И все из-за обилия эфирных масел, которые есть в базилике священном. Как я уже говорил, у Тулси уникальная палитра ароматов. Давайте точнее и более, так сказать, прицельнее посмотрим. Это и фруктовые нотки. Это необычные нюансы вкусовых оттенков. Какие-то арбуз, дыни и так далее. Это просто кайф. Это пищевое растение, как я говорил уже, используется в кулинарии. Поэтому, если растение используется в кулинарии, значит, диапазон ДОС у него очень широкий. И поэтому, так сказать, я вернусь к этому, когда мы поговорим о БАДах. Существует базовых 10 видов, а всего 150 видов базилика священного. Огромное количество. И базилик, может быть, вы напишите в комментариях, нет ли у вас базилика на садовых участках, если вы занимаетесь садоводством. А если у вас нет базилика, я рекомендую обязательно, просто в обязательном порядке высадить базилик и развести на участки. Потому что это удовольствие, которое вы заслужили. Следующие основные показания применения, здесь уже больше я буду говорить о медицине, это патагонная и жаропонижающая. Это связано с наличием эфирных масел. То же самое касается действия каши, бронхит из-за количества эфирных масел. Те же эфирные масла дают нам противоспазматический эффект, что важно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, различные скалиты спастические, когда идет сокращение гладкой мускулатуры вследствие воспалительных изменений. Это могут быть гастриты, дуаниниты и так далее. И конечно, если в растении есть изобилие эфирных масел, то его можно использовать и в косметических целях. Это различные виды мыла с антибактериальными свойствами. И более только медицинское назначение, это мази с эфирными маслами. Вот я здесь привожу пример эфирных масел в Тулсе. Вот это готовые уже формы товарные. И здесь, в частности, приведен репеллен с базиликом. Там такие небольшие дозы, но способен отпугивать также и всяких насекомых. Следующее. Мыло ручной работы тоже может быть с антибактериальным свойством. Это, кстати говоря, может быть интересно для тех, кто занимается мыловарением. Добавлять эфирное масло в мыло и получится новая линейка. Какая-то продуктовая. Следующее. Тулси в виде капель. Но здесь уже более лечебные свойства подчеркиваются. Для усиления иммунитета. И более того, в этой продукции используются разные формы базилика в одном продукте. Это прекрасный холод. Потому что, ну представьте, в разном виде базилика есть разный набор эфирных масел. И когда вы комбинируете 5 разных видов базилика со своим набором эфирных масел, получается вау-эффект. Следующее эфирное масло базилика. Тоже оно больше как для аромаламп. Для создания настроения. По сути ароматерапия. Также изобилие эфирных масел используется в форме сиропов. Потому что эфирные масла не способны разжижать мокроту. При заболеваниях очень важно. И мы видим на самой этикетке, что изображены легкие и такие специфические узкие показания есть у базилика. Следующее в форме настойки. Должен быть 45 градусный спирт. Вот это готовый препарат. Тоже это полезно знать. Потому что в форме настойки его можно добавлять в чай. То есть как-то поиграть с разными формами. И следующее это одна из самых лучших форм. Я бы сказал это самая естественная форма применения базилика священного. Это обычные листья, которые можно заваривать в чай. Которые можно добавлять в блюдо. И при этом блюдо становится по спектру, по аромату более приятные. Более насыщенные. Вот эта форма мне больше всего нравится. И я возвращаюсь к вопросу о обмане производителей БАД. Где вас могут подловить на незнание свойств лекарственных растений. Вот посмотрите. Здесь в этом пакете содержится примерно пол хило листьев. Таких обычных естественных натуральных листьев. Хитрый производитель. Чтобы наварить денег с этого базилика священного. Сказать, что он конечно эффективный. Что он работает против всех болезней. Что сделает? Он положит эти пол кило. Расфасует в маленькие капсулы. По баночкам. И стоимость этого пакета примерно 20 долларов. Из этого пакета в 20 долларов можно сделать много-много баночек. Которые будут стоить вместе 500 долларов. Понимаете какая прибыль? Вот почему производители БАДов. На чем они зарабатывают? Они зарабатывают на незнании. Поэтому не всегда так. Не всегда так происходит. Потому что бывают качественные производители. Которые знают, когда действует лекарственная трава. И добавляют нормальные дозы. И получаются нормальные эффекты. Но в этом случае я просто показал механизм. Как можно наварить, грубо говоря, с одного пакета. И получить сразу 500 долларов. Это маленькая презентация по базилику священному. Очень интересная трава. Очень интересные свойства. Обязательно в комментариях укажите, что вы слышали о базилике. Какой вы чай используете. Попробуйте добавить. Вот купите базилик. Эфирное масло. И добавьте его в чай. И это действительно вы получите несравненное удовольствие. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо.